всем привет мы сегодня зарезали 5 кроликов и что мы с ними будем делать хочу вас удивить какие блюда мы готовим с кроликов кроликов мы держим сами данный момент у нас сколько у нас кроликов количество ну вот штук 25 кроликов данный момент у нас держим их с прошлого года сами как бы уже мясом запасены с избытком но кому продать потому что есть лишние найти не можем то есть быта у нас нет но сами кушаем с удовольствием 5 кроликов вот сегодня зарезали кролик в среднем выходит два с половиной килограмма мы взвешивали что мы делаем с кроликами вот в данный момент идет разделка вот это вот на гуляш отдельно здесь печенка что еще почки почки передние лапки передние лапки все на вот это вот кости пойдет на тушенку тушенку мы делаем в духовке сейчас покажем по рецепту который всем известен наверное как из любого другого мяса из курицы из утки то же самое из кролика вот это вот жир но это вот сейчас ты какого уже по счету разделываете третьего вот кролик разделывает вот сколько жира но жир кстати очень тоже вкусный на нем готовить можно абсолютно все вот это вот перекрутим на фарш правильно да ну это вот пока немного еще два кролика есть ну ваш мы мешаем конечно с говядиной с свининой потому что фарш из кролика конечно не жирный а вот это вот хочу вас удивить это заготовки на наггинсы те самые наггинсы которые все кушают в киевсе да везде приготовлены в киевсе они из курицы а мы вот делаем наши домашние наггинсы из кролика и поверьте они очень вкусные готовим их так же как из курицы мясо получается сочное естественно полезное и очень вкусное намного вкуснее чем где бы там ни было в общепитах макдональдсах где-то готовить не знаю с чего из курицы самый дешевый у нас вот свои домашние очень вкусные поэтому кто держит кролика кроликов попробуйте приготовить наггинсы и вы не пожалеете я вам гарантирую сто процентов а вот это вот задние до лапки на что окорока окорока и чем можно приготовить ну вот кстати чистая чистое мясо можно духовке запечь единственное что я не готовлю из кролика уготовленную иногда очень редко это супы а а так мясо кролика идет абсолютно на все ну да супы готовлю с тушенки либо с фарша суп с фикадельками делаю вот принеси юр кролика взвесить пожалуйста быстро ты же уже раздел 4 по счету да вот сейчас мы взвесим посмотрим сколько четвертый кролик по весу у нас выйдет 2 480 пожалуйста один кролик почти два с половиной килограмма прежнего 2 512 ну вот в принципе пока все как будем готовить тушенку я обязательно покажу наггинсы еще раз повторяю по рецепту который известен всем но маринуешь юрты как мясо первоначально в луке до соль перец как обычные наггинсы просто дать сюда чуть лука добавлять ну вот расскажу как мариную лук соль перец иногда даже сутки может стоять в холодильнике как бы чем большего тем чем дольше он маринуется тем лучше ну а жаришь как обычно яйцо мука сухари панировочные либо манка вот так вот готовлю все каши абсолютно я с кролика плохо очень вкусный любая каша картошка тушеная мясо вкусное диетическое как бы выгодно держать их они не очень затратные летом трава у нас свой участок травы предостаточно также можно в лесу подкашивать траву ну и зерно до сена ну и зерно покупаем зерно мясо давно мы уже не покупали вот кушаем кроликов покупаем на борщи говядину изредка всем пока пока если вы держите кроликов поделитесь пожалуйста своими рецептами что вы готовите из кроликов и если есть вопросы пожалуйста задавайте под видео вот так вот вот так вот вот так вот Продолжение следует...